Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Сверхшкольной программы в Чебоксарах проходит финальный этап Олимпиады «Высшая проба». Наша передача на телеканалах по всему Поволжью. Главные редакторы региональных СМИ договорились об обмене контентом. Решать вам. В столице Чуваши идет голосование за места, которые первыми благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. В республике продолжают модернизировать школьные автопарки. В учебные заведения муниципалитетов новые машины отправились и сегодня. Ключи директорам в торжественной обстановке вручил глава Чуваши. Подробности в следующем сюжете. Каждый день автобусы Большояниковской школы преодолевают порядка 50 километров. Здесь обучаются дети из 16 сел. Теперь на уроке их будут подвозить новенькие газы. Для школы приобрели сразу два автобуса. Директор говорит, что они не простаивают даже выходные. Наша школа очень много участвует на различных мероприятиях, конкурсах и на выезде. Кадеты выезжают, спортсмены выезжают. На мероприятия различные конкурсы выезжаем. Но то, что мы сегодня получили два автобуса, нас это очень радует. Новый автобус появился и у кадетского корпуса имени Кочетова. В его салоне возможно разместить более 40 человек. Ученики часто выезжают на спортивные турниры и экскурсии в другие регионы. Для дальних поездок оборудовали комфортабельные кресла. У нас есть очень серьезный план профориентационных выездов, он так и называется, по которому мы ставим такую задачу поездить по республике, посмотреть, съездить в музей космонавтики, съездить на родину Александра Васильевича Кочетова в Алатарь. Новые автобусы отвечают всем стандартам безопасности. В салоне установили стеллажи для сумок, водительские места, оборудовали тахографами и ограничителями скорости. Все для детей? Да, все установлено. Все для образования, все для знаний, значит. Кондитеринер работает? Все работает, все проверили, все работает. Кондитеринер? Да, все работает, тепло, очень нагревается. Тепло должно быть, автобус как. Только за последние пять лет в школы региона поступило порядка 200 новых автобусов. Средства на модернизацию автопарка выделяют из республиканского и федерального бюджетов. Всего у нас в наличии, на балансе 341 автобус разной вместимости под брендом «Школьный автобус». Они перевозят ежедневно около 12 тысяч детей по разным маршрутам, по разным направлениям. По-другому говоря, я могу сказать, с одной тысячи почти 200 населенных пунктов дети перевозятся. Никто пешком не ходит. Вот в сравнении с нами, если взять в советский период времени, нас никто не возил. Мы пешком ходили. Я сейчас пообщался с учителями, на самом деле, с детьми, школьниками. Конечно, они рады, счастливы. Автобусы с каждым годом комфортабельнее становятся, они современнее становятся. Государственная политика президента Российской Федерации Владимира Путина эффективно выполняется. Вот, пожалуйста, мы реально видим, какие эти автобусы, они произведенные все в Российской Федерации. Устаревшие автобусы в республике меняют в отведенные сроки. Срок эксплуатации каждого такого автобуса не может превышать 10 лет. Новая техника поступает в республику каждый год. И вот теперь по районам республики отправились более 30 новых автобусов. В этом году в школах республики необходимо заменить такое же количество автобусов. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Сразу два соглашения подписали в столице Чувашии. Одно между управлениями образования Чебоксара Москвы. Другое между городским лицеем номер 4 и московской школой номер 1191. Как будет выстраиваться сотрудничество, смотрите далее. Педагогическое сообщество всегда за взаимодействие. Накопленный опыт не должен оставаться единоличным. Внедрение самых лучших образовательных практик идет на пользу и учителям, и ребятам. Соглашение предусмотрено немало разделов, в их числе стажировки в Москве, онлайн-обучение. То направление, которое мы выбрали для себя, это инновационные направления, это проектная деятельность. И участие в грантах на сегодняшний момент, они дают определенные результаты. Они измеряются уже не только, скажем так, денежными эквивалентами, но и самое главное, это кадровым потенциалом. Так как научно-исследовательская работа, педагогических коллективов, авторских коллективов, конечно же, поднимает на более высокую планку. Наши школы ведут за собой, соответственно, и детей. Теперь это будут не разовые поездки, а планомерная работа в рамках соглашения. Еще один важный пункт сотрудничества – обеспечение безопасности во время ущебного процесса. В ближайшее время должны быть разработаны конкретные меры, которые помогут предотвратить чрезвычайные происшествия в школах. Речь идет в частности об установке металлодетекторов, но необходимы и новые решения. Мы рассчитываем, как оно бывает, но собирают педагогов в вышестоящие инстанции или повышение квалификации, то есть очень много формальных вещей. Нам нужно растить свое такое профессиональное хорошее сообщество, где можно было бы обмениваться и встречаться чаще, укрепляться внутри. И тогда, я думаю, что и другие проблемы в образовании, которые мы с вами тоже обсуждали, можно будет решить силой сообщества, сообща. Что касается межшкольного сотрудничества, то в гости к учащимся лицея номер 4 приехал директор одной из московских школ, член аттестационной комиссии Департамента образования Москвы Николай Юренко. Организация работы в школе его впечатлила, признался педагог. Дети прежде всего, а дети это будущее нашего государства, выигрывают от того, что мы вместе начнем реализовывать целевую установку через какие-то более-менее уже отработанные проекты. Я действительно согласен, что и вопросы безопасности, вот там как бы матрешка матрешки сделана такая интересная вещь, когда-то я чуть-чуть имел отношение к созданию системы безопасности образования города Москвы. И вопросы электронной школы, которая прислала сейчас в российскую электронную школу, ну, наверное, много есть механизмов, где мы уже набили шишки. Опыт чебоксарских педагогов тоже может быть очень полезным для столицы. На протяжении многих лет образовательные учреждения Чувашии остаются в рейтинге лучших в России. В Пензе подписано первое в России соглашение между региональными телеканалами. Подробности у наших коллег из Пензы. От этой встречи выиграет прежде всего зритель. Руководители крупных региональных телекомпаний обсуждают, как наладить обмен контентом. В Пензу приехали представители журналистского сообщества из Удмуртии, Пермского края, Мордовии, Чувашии, Самарской, Свердловской и Ульяновской областей. В радио это не только 400, но и 1000 километров можно проехать, чтобы встретиться с коллегами. Телевидение, как и радио, хоронят уже много лет и говорят, что все, сейчас интернет пришел. Прийти уже наконец к какому-то консенсусу и понять, что как было телевидение, так и будет. Как говорили в фильме «Москва слезам не верит», все пройдет, но будет телевидение. Я думаю, что в принципе так и останется. То есть мы немножко меняем платформы, но остаемся тем, кто мы есть. Если устанавливаются такие взаимодействия, тогда есть шанс расширять свой кругозор. Когда появилась такая возможность оказаться здесь, в моем любимом городе Пензу, мы соседи и контакты постоянно существуют, так или иначе. Конечно, не перемену воспользоваться этой возможностью. Участники медиафорума отметили, что у регионов одни и те же проблемы, которые легче будет решать сообща. Обсудили, как именно можно наладить деловые отношения между телеканалами. Оказалось, что коллегам есть чем поделиться. Готовы туристические, культурные и молодежные проекты. У молодежи очень много направлений. Вот это освещение нам бы всем было полезно. Есть наверняка интересные вещи, которые происходят у нас на Пензской земле. Есть и у вас. Телерадиокомпания «Экспресс», которая выступила организатором медиафорума, уже на протяжении года обменивается контентом с десятком телекомпаний по всей России. Теперь основной упор не только на авторские программы, но и на информационные материалы. Наши телекомпании не всегда имеют возможность доехать в какие-то дальние регионы. Но наши пензеские делегации-то туда приезжают. И мы же говорим не о том, чтобы рассматривать новости этого региона в чистом виде, а мы и хотим рассматривать новости региона в контексте Пензы. Итогом встречи стало соглашение. Своими подписями руководители региональных СМИ официально подтвердили намерение безвозмездно обмениваться новостными репортажами. Имея на руках положенное на бумагу соглашение, мы сможем обращаться в тот же самый союз журналистов, в Национальную ассоциацию телерадио-овещателей. Говорить, что вот у нас есть такая работа проведена. И, собственно говоря, искать ресурсы, потому что ресурсы, безусловно, понадобятся. Ну и уже выступать как некое телевизионное сообщество, потому что мы очень сильно были разобщены долгое время. Возможность подписать соглашение есть и у других региональных телекомпаний. Первый шаг в деловом партнерстве сделан. Стороны договорились к 9 мая создать и обменяться проектом с рабочим названием «Дети о войне». Елена Куксова, Евгений Хлус, Телеканал Экспресс. Забота о здоровье детей, забота о будущем. Уровень младенческой смертности в прошлом году чувашским врачам удалось значительно снизить. Сейчас показатель сопоставим с цифрами в развитых европейских странах. Однако медики не останавливаются на достигнутом. Огромное внимание уделяется совершенствованию медицинской помощи. И не меньшее воспитание у молодых родителей чувство ответственности за младенца. Правильно пеленать, держать и кормить малыша. Всему этому будущих мам учат в школе материнства. Чтобы ребенок рос и развивался нормально, нужно знать элементарные правила обращения с новорожденным, чтобы не причинить ему вреда. Во-первых, малыш должен иметь свое спальное место. Это исключает возможность придавливания во сне. Во-вторых, после кормления ребенка нужно пару минут подержать вертикально и положить в детскую кроватку. Что такое бережное отношение? Это, во-первых, уметь быть рядом с ребенком спокойной. Когда ты спокойна, ты думаешь правильно. Ребенок может срыгнуть. Это знают все. И врачи обучают, педиатры обучают маму правильно держать ребенка, чтобы он просто-напросто воздух отрыгнул, правильно положить, правильно сделать валик, для того, чтобы ему удобно было лежать на боку. Укрывать новорожденного одеялом с головой нельзя. И, конечно же, за малютками нужен глаз да глаз. Вообще лучше всего, чтобы ребенок был всегда с тобой, мне кажется, какой-то маленький. Даже вот советуют носить эти лоскуты и ребенка чаще носить с собой, потому что ребенок спокойнее, маме спокойно, что он рядом. Сейчас в перинатальном центре 30 малышей, появившихся на свет раньше срока. Врачи во всеоружии. Медицинские технологии позволяют эффективно выхаживать недоношенных младенцев, даже родившихся с массой в 400 граммов. Но врачи не все сильны. К сожалению, бывает, что младенцы гибнут по недосмотру родителей. Младенческая смертность складывается из, так сказать, медицинских проблем, с которыми мы справляемся более-менее. И, так сказать, социальные проблемы, которые достаточно большую роль оказывают как и на качество здоровья детского населения, так и на показатели смертности детской, младенческой. И поэтому хотелось бы сказать, что очень обидно, очень жалко терять детей первого года жизни именно от этих вот социальных, скажем так, трудноуправляемых медицинскими организациями причин. Пока малыш спит, новоиспеченные мамы Наталья Мефодьева им любуются. Рожать в первый раз страшно, говорит она, но быть мамой – огромное счастье. Языку общения с младенцем она научилась с первых минут. Если ты любишь вообще ребенка и хочешь вырастить его счастливым, в любом случае ты будешь опекать и ухаживать за ним. Вот это самое главное. Бережные отношения к младенцу у большинства родителей уже формируются на интуитивном уровне. Но, увы, не у всех. Поэтому специалисты советуют найти хорошего, грамотного врача и выполнять все его рекомендации, чтобы вырастить крепкого малыша. И, конечно, ежеминутно помнить о том, что родители ответственны за здоровье своего ребенка. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. Десятилетие детства, объявленное с этого года президентом страны Владимиром Путиным, включает в себя решение очень важных задач. Строительство школы, ремонт детских учреждений, совершенствование системы дополнительного образования. Под особым контролем вопрос ликвидации очередей в детские сады и обеспечения малышей местами в ясельных группах. Майские указы президента Владимира Владимировича Путина по ликвидации очередности детей старше трех лет город Чебоксары успешно выполнил. За пять лет было построено 20 детских садов. Это был первый этап реализации федеральной программы «Детские сады детям». Благодаря ей в столичных детских садах было создано дополнительно 12 тысяч мест. И если еще пять лет назад в очереди стояло более 20 тысяч малышей, то сейчас все дети старше трех лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Второй этап предполагает предоставление мест для воспитанников младше трех лет. Так что строительство садов продолжится. А пока администрация столицы ищет возможные варианты, малыши могут ходить в два специальных детских сада, где созданы ясельные группы. Нам исполнилось полтора года, нам позвонили, пригласили, мы, естественно, отказываться не стали. В данный детский сад у меня уходит дочка Александра, ей год и десять. Впечатления самые замечательные. Адаптацию прошли очень легко. Конечно, в этом есть огромная заслуга педагогического состава. Сумели заинтересовать ребенка, сумели настроить на нужный лад. Ходим с удовольствием, очень нравится. Маленькая Юлиана в детский сад хозит уже два года. Привыкать к жизни в коллективе она начала в центре игровой поддержки. Два месяца, что ли, три месяца ходили мы. Потом уже перешли в группу. И как бы у нас ребенок адаптировался уже. И уже как бы легко уже в садик пошла. И без проблем уже оставалась, спала. Конечно, две ясельных группы для нашего города это немного. Поэтому в рамках десятилетия детства в этом году планируется строительство двух детских садов. В микрорайонах Новый город и Соленоя. Первые этажи в них отведут под группы для детей раннего возраста. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Список на благоустройство. Коррективы в него могут внести все жители Чувашии. Все предложения и идеи, какие территории в столице республики стоит облагородить, принимают в администрации города. В Чебоксарах начали отбор общественных мест, которые благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. Жители республики могут высказать свое мнение онлайн, проголосовать за определенные адреса и предложить идеи по их обустройству. В списке 18 объектов. Это благоустройство певческого поля на заливе. Это благоустройство Кадетского парка, которое связано со строительством Кадетского парка на территории города Чебоксары. Ну и, конечно же, я уже обозначил благоустройство Московской набережной. Онлайн-голосование организовано на сайте администрации города Чебоксары. Это первый этап, чтобы определить список адресов, которые нужно преобразить в первую очередь. Он продлится до 9 февраля. Второй этап общегородского рейтингового голосования состоится в марте. В прошлом году по этой же программе формирования комфортной городской среды в столице республики благоустроили 25 дворов, реконструировали сквер имени Константина Иванова, территорию дома МОД и УТЦ ОВАС. Для тех, кто знает больше школьной программы, в Чебоксарах проходит второй финальный этап Межрегиональной Олимпиады «Высшая проба», которую курирует Высшая школа экономики. Помимо привычных предметов и дисциплин, основы бизнеса, востоковедение, финансовая грамотность. Ну а сегодня участники отвечали на вопросы по журналистике. В задание заглянула и Ольга Пырычкина. Шесть, возможно, наших будущих коллег. Столько человек прошли отбор в первом заочном туре и участвуют во втором этапе Олимпиады «Высшая проба» по направлению журналистика. Я выбрал предмет журналистика, потому что мне с детства еще нравилось рассказывать знакомым, друзьям и родителям разные истории. Потом это переросло в постоянные просмотры новостей. Ну, журналист, прежде всего, это человек, подкованный в общении с людьми, то есть у которого должен быть подвешен язык, который всегда найдет тему для разговора и который выкрутится из самой сложной ситуации. Умение находить выход из непростых ситуаций участникам пришлось продемонстрировать сразу же. Мы заглянули в темы для эссе, которые предлагались на Олимпиаде в прошлые годы. Так молодым людям нужно было пофантазировать о том, каким станет радио через 20 лет или как спасти бумажные газеты. Впрочем, сложность задания оправдана ценностью приза. Олимпиада, которая называется «Высшая проба» и которую курирует высшая школа экономики, это одна из олимпиад высшего уровня, которые дают возможность победителям получить льготы при поступлении. В общей сложности чебоксарские школьники могут участвовать в 97 различных олимпиадах. Ежегодно у нас есть победители Всероссийской олимпиады школьников, которые проводятся для всех регионов. Здесь есть определенные результаты, в том числе и по предметам, которые, скажем так, не входят в учебную программу. Это и астрономия, а ряд других предметов. Здесь динамик у нас положительный. Завершатся испытания по всем направлениям 8 февраля. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин